Святейший Алексей принял бразду духовного руководства Церковью нашей в годы, когда началось ее возрождение. После долгих лет стесненных обстоятельств, при которых немыслимо было даже думать об открытии новых храмов, монастырей, новых учебных духовных заведений, наступило такое время. И оно было очень и очень ответственным, потому что в новых условиях нельзя было упускать ни малейшие возможности с тем, чтобы перейти на иной уровень организации церковной жизни. И Святейший Алексей стал тем патриархом, который в нужное время взял по промыслу Божию бразды церковного правления в свои руки. Мне, как одному из ближайших его помощников, видно было все, что происходило тогда на самом высоком этаже церковной власти. И я с благодарением Богу могу вспомнить все те добрые дела, которые совершил Святейший Алексей. Он был спокойным, разумным, требовательным и одновременно милосердным. Человеком, который с пониманием относился в том числе и к тем иногда ошибкам, которые совершало его окружение, и никогда не доставлял особой горечи людям. Но даже если речь заходила о каком-то несогласии патриарха с поступками окружавших его людей, он находил правильные слова для того, чтобы вразумить, не обижая человека. Я благодарю Бога за те годы, потому что с точки зрения той ответственности, которая была на меня тогда возложена по управлению внешними связями Русской Православной Церкви, могу сказать, что все самые трудные вопросы, которые мне приходилось тогда решать, все эти вопросы решались при благословении Святейшего, при его мудром совете и молитвенной помощи. Лично храню самые теплые воспоминания о Святейшем Патриархе Алексее. Знаю, что епископат, та часть епископата, который помнит Святейшего, наверняка также хранят добрые воспоминания, равно как и значительная часть московского духовенства. Помолимся о покоении души усопшего, раба Божьего, преснопамятного Святейшего Патриарха Алексея, дабы Господь принял душу его в небесное свое царство и сотворил вечную молитвенную о нем память в наших сердцах. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok